На этом заседании свидетелями значились сотрудники милиции Аслан Сангулия и Леван Тапурия, а также понятые Андрей Шабельников, Сергей Демитов и Тикран Драдырян. Леван Тапурия передал суду письмо, в котором сообщил, что у него подозрение на ковид, а Аслан Сангулия предоставил суду справку о том, что не может явиться в суд, но просит зачитать его показания предварительному следствию и поддерживает их в полном объеме. Понятые тоже не явились по различным причинам. Прокурор Даурамич бы заявил, что явка Сангулия должна быть признана обязательной, так как он принимал участие в личном досмотре одного из обвиняемых, в ходе которого было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Такое же требование и к явке Тапурия. Что касается его заболевания, то неявка его должна быть подтверждена какими-то медицинскими документами, справкой, а лишь одно подозрение не может явиться основанием для его неявки. И в порядке 281 заявление в государственном обвинении, ходатайство о его оглашении показаний. Нам бы хотелось все-таки соблюсти полноту и вызвать всех свидетелей. Просим признать суд явку Сангулия и Тапурия обязательной. Должны быть они подтверждены какими-то документами медицинскими. Лишь нежелание явиться – это не основание для оглашения показаний. Обвиняемый Ахрикавец бы сказал, что будет требовать присутствия в зале суда свидетелей обвинения, в частности сотрудников силовых структур. По его мнению, их неявка – намеренное затягивание процесса. Опять переносить дело в ГИС Рубай, тогда будем ходатайствовать за то, чтобы нам меру поменяли. Потому что с их явкой мы можем здесь просидеть еще лет 10. Поэтому сделайте так, чтобы свидетели являлись. На понятых, я думаю, не стоит зацикливаться, так как дело столько затягивается. Мы еще успеем понятых из Москвы дождаться это всюду. У нас есть другие силовики, которые дело сфальсифицировали, поэтому к ним есть вопросы. И я сегодня рад такому стремлению прокуратуры вникнуть в это дело. Поэтому вам отдельное спасибо. Сегодня искренне стоя могу даже поаплодировать. Поэтому я думаю, сделать перерыв в час им хватит с любого конца Абхазии сюда явиться. Рассказывать на то, что они в плане перехвата участвуют. Наш план перехвата по Абхазии всегда действует ровно час в лучшем случае. Своего подзащитного поддержала адвокат Инга Габелая, сделав акцент на том, что свидетели – сотрудники правоохранительных органов. И такое нежелание явиться в суд по данному делу проявляют именно стражи порядка. Это свидетели все-таки являются из правоохранительных органов, но тем не менее почему-то правоохранительные органы, сотрудники нам бойкотируют. Получается, сегодняшнее заседание. Да, поняты меньше всего, конечно, вопросов, но тем не менее у нас и сотрудники службы госбезопасности были заявлены в качестве свидетелей. Тогда нужно было всех извещать по списку 16 человек. Из 16 человек 13 человек – это являются лица, которые относятся к структурам. Поэтому очень жаль, что наши подзащитные находятся под стражей, а они не посчитали сегодня необходимым явиться в зал судебного заседания. Мы просим отреагировать жестко на данные неуважения, я считаю, к суду, когда неявка именно связана с сотрудниками правоохранительных органов. И, возможно, отложить судебное заседание действительно на час, и через их руководителей, через начальника уголовного розыска, насколько я помню, гидзба Зосма Сардионович, вроде бы начальника уголовного розыска, обязать их явиться. Сторона гособвинения посчитала предложение о часовом перерыве на обзвон и ожидание свидетелей непродуктивным. Прокурор Даурамич бы подкрепил этот вывод уже имеющимся опытом в деле об убийстве Анзора Тарба в стенах МВД. Эти сотрудники проходили с свидетелями, и их явка была затруднена. Сколько времени это займет? Час мы будем их ждать, полчаса они сюда будут ехать. И с учетом их крайнего нежелания я не удивлюсь, что они сейчас подключают все свои телефоны, и мы их не увидим. Мы на аналогичном процессе пытались вызвать этих людей, и тоже вызывали довольно-таки длительное время. Адвокат не даст соврать, что мы только Сангулия вызывали, наверное, процессов 6-7, и чуть ли не под угрозой принудительного привода он был доставлен. Я думаю, что надо направить письмо министру, а сегодня мы заявили ходатайство, и просим его рассмотреть об обязательном участии этих лиц. Если они действительно больны и подтверждаются это медицинскими показаниями, мы дождемся. Проблем не вижу, у нас есть над чем работать. Топорием мы подождем. В свою очередь обвиняемые настаивали на том, что при желании можно связаться с руководством свидетелей и добиться их явки на это судебное заседание. Ну, давайте тогда скажем, что здесь заложена бомба, и они все сюда прибудут. А говорить о справках, я скажу так, давайте справки отложим. Давайте, когда мы поедем и убедимся, что в Гудоутах они лежат в карантине, тогда скажем, да, болеют. А со справками не буду я им верить. Это сотрудники, которые здесь под присягой ложные показания дали, которые документы подделали, которые через забор от министра живет и под правительством министра ходят. И поэтому я скажу так, что нет, справка не пройдет. В итоге суд удалился на перерыв для того, чтобы связаться с Топорием и Сангулем и вызвать их на заседание. Как сообщила прокурор Асида Квачахи, ей удалось связаться с начальством свидетелей. Те сказали, что сегодня явку обеспечить не смогут, но пообещали, что их подчиненные обязательно придут на следующее заседание. Оно состоится в пятницу, 21 мая. Елена Нурагилая, Сосвыку Агуха, Абаза ТВ.